В Чебоксарах вновь обсудили правоприменительную практику Приволжского управления Ростехнадзора. Совещание в расширенном составе в этом ведомстве проводят несколько раз в год, чтобы выявить проблемные моменты. Одна из главных тем нынешней встречи – подготовка к осенне-зимнему периоду. Этой зимой без аварийных ситуаций не обошлось. Специалисты Ростехнадзора выдали десятки предписаний руководителям организаций. Чтобы минимизировать сбои, готовиться к отопительному сезону необходимо уже сейчас. В ведомстве отмечают, что далеко не все объекты энергетического комплекса соответствуют современным стандартам. Под контролем Приволжского управления Ростехнадзора находятся Чувашия, Татарстан и Мариэл. Показали, что были аварийные ситуации. Обратили внимание, почему эти аварии произошли. То есть анализ этот довели и, соответственно, показали узкие места, куда нужно смотреть прежде всего, и на что нужно потратить финансовые вложения, финансовые вливания. В то же время ведомстве отмечают, что в республике серьезных нарушений во время отопительного сезона удалось избежать. На совещании обсуждали и как предотвратить аварии на производстве. С начала года специалисты Ростехнадзора выявили свыше тысячи нарушений. В основном вопросы правоприменительной практики, то есть почему мы, находясь на предприятии, приходя на предприятие повторно, привлекаем юридические лица и должностные к ответственности. Ну, тут все очень, как бы, прозрачно. Мы приходим на предприятие, выдаем предписание, ставим сроки. Естественно, после течения сроков мы приходим снова на предприятие, правом выполнения ранее выданного предписания. Если что-то не выполняется, мы просто привлекаем к ответственности. Редактор субтитров А.Семкин